ну мы начинаем изучение курса проектирования информационных систем вот вообще говоря материал тоже не очень много в интернете вот есть принципе хороший курс на интуит и будем его придерживаться я бы не сказал что у меня прям большой опыт проектирования информационных систем тем более что основная задача научных исследований которые занимались это именно тестирование различных технологий в рамках уже созданных систем или разработка инструментария для например порождения части информационной системы при помощи разрабатываемых к этой средств с целью повышения производительности группы разработчиков этим мы займемся позже когда дойдем до кейс средств я немного про свою работу тоже расскажу вот ну вот можно в целом ознакомиться с этим курсом еще на этой странице на основе процесса проектирования в основе процесса проектирования лежит методология системного анализа и моделирования позволяющий на этапе создания информационной системы решать множество задач обеспечения требуемой функциональности системы ну то есть набора функций которые она должна выполнять адаптации к имеющие изменяющимся условиям функционирования проектирование резюме в системе объектов данных проектирование программ средств интерфейс экранных форм отчетов которые обеспечивают выполнение запросов данным учет конкретной среды и технологии реализации проекта в том числе топологии сети конфигурации аппаратных средств используемой архитектурой различных средств параллельной распределенной обработки данных и так далее будем тут изучать основы проектирования объектов при помощи кейс средств но частности диаграмм email может быть коснемся бизнес-процессе модулин 2.0 и других средств представления предметной области значит качестве практического аспекта данность курса лучше всего взять вашу задачу вашей предметной области и после каждой лекции вопросы поднимаемые на лекции применить к вашей предметной области ну вот например первая лекция она посвящена различным классификациям информационных систем можно взять положить что вы разработали уже из информационную систему ну прежде всего конечно надо набор функций до представить которые она будет реализовывать какую аналитика будет представлять мы вот вот эти вот функции то есть требования к системе потом какие-то варианты и архитектурных моделей можно представить виде небольшого эссе на одну страницу или на две городовского документа в качестве результата лекции практического аспекта лекции первая лекция основные понятия технологии проектирования информационных систем то есть понятие экономической информационной системы но чаще всего именно функционные системы разрабатываются автоматизации экономического аспекта предприятия или учреждения классы информационных систем структуры многопользовательской однопользовательской малые корпоративные локальные распределенные и так далее но какие-то базовые компоненты информационной системы этапы создания информационной системы и методы программной инженерии материал лекции рассчитан примерно минут 30-40 прежде всего надо напомнить да что информация в современном мире превратилась в наиболее наверное важный ресурс и информационные системы это необходимые инструменты практической реализации большинства процессов автоматизации то есть я не хочу сказать что например там например в производстве всякие ската там калс системы они конечно не является информационными но тем не менее большую часть времени разработчики именно посвящает информационным системам их разработки трудиться большие коллективы в том числе и структура предметной области то есть те задачи которые необходимо решать автоматизировать она наиболее сложна мне даже пришлось однажды рецензировать докторскую диссертацию посвященную автоматизации разработки информационной системы энергетического комплекса российской федерации то есть весь комплекс то все практически все элементы энергетического комплекса в этой информационной системы были представлены и основная задача то есть из проблем которая решалась стояла в том что вот эта структура самого комплекса постоянно меняется то есть надо постоянно непрерывно совершенствовать информационную систему в смысле этих модулей программ который реализует эти модули информационные системы но то есть эта программная система которая накапливает хранит информацию и тут ее первое основное свойство второе свойство эта информация то есть эта информация обеспечивается эффективный доступ пример одно из требований к информационным системам с которыми работают люди вот как правило все такие информационные системы требование такое что после того как пользователи задал какую-то команду или там кнопку на интерфейсе и нажал надо чтобы через две-три секунды на экране что-нибудь произошло например ответ появился да то есть выбор каких-то данных либо значит сообщение о том что мы запустили некоторый процесс создания очень сложного отчета и через там 20-30 минут им его вышли на почту например то есть вот необходимым условием создания информационной системы является то что в данные 70-е 80-е годы разработали жесткий диск то есть трехмерная система хранения информации раньше когда были лентопротяжные механизмы информационная система была бы очень сложно реализовать потому что последовательный доступ к данным не обеспечивал бы вот этого свойства эффективности доступа к хранимым данным значит третий момент который информационная система реализует это обработка информации порождение те же самых отчетов слежение за устареванием актуализации информации то есть это тоже можно в блок обработки информации представить ну и также аспект разделение доступа то есть в информационной системе должно быть реализован какой-нибудь вариант защиты информации должны быть роли этим ролям например приписанные функции либо там одна из моделей вторая модель например уровневая то есть каждому пользователю задается уровень доступа данным вот ну и все остальные аспекты связанные например с обеспечением хранения информации реализации транзакции то есть кто-то вводит данные кто-то генерирует отчет и эти системы должны быть изолированы пространство процесс вот так вот посмотрим какие классификации применимы к информационным системам ну первое это по типу данных то есть фактографические документальные анализируя этот текст и я пришел к выводу что можно принципе фактографические ассоциировать то есть синоним фактографическим является информационные системы хранимые структурированную информацию то есть у вас есть мере религиозная база данных и в этой религиозной базы данных вы четко однозначно представляете информацию которую дальнейшем достаточно ну простыми да в сравнении с системой которые хранят не структурированные документы алгоритмами можно обрабатывать документальные информационные системы что этот термин можно обобщить до информационной системы хранимые не структурированную или не вполне структурированную информацию а что это за информация если грубо определение дать что для обработки такой информации необходимо использование более сложных алгоритмов то есть Начало какой-то этапа структуризации, то есть изъятие из документов полезной информации, то есть система искусственного интеллекта может использовать в том числе классифицирование информации по типу данных, например, или по каким-то другим классам. И потом уже приблизить хранимую здесь информацию к фотографическим, то есть более структурированным. Также можно классифицировать по степени автоматизации. Значит, вручные, где данные хранимые в информационных системах, обрабатываются вручную. Например, у нас есть набор документов, и мы должны... То есть информационная система нам представляет, например, набор документов по определенному классу, по определенному тегу. Мы вручную их обрабатываем, и какие-то данные уже заносим в фактографическую часть. Автоматические, где информация обрабатывается полностью. То есть это, скорее всего, системы, относящиеся к управлению какими-нибудь производственными процессами. И автоматизированные, где частично труд человека по обработке данных выполняется вручную, а часть выполняется информационной системой при помощи алгоритмов. Классификация по сфере применения. Вот информационная система бывает организационного управления. То есть в организации... Например, документ, он недавно сталкивался. То есть движение документов моделирует информационные процессы. То есть документ кем-то создается, кем-то визируется, кому-то посылается, где-то хранится. Потом из него, например, из его данных порождаются новые документы. То есть документ оборотов позволяет организации эффективно трудиться. Управление технологическим процессом. Вот они такие более близкие к полностью автоматизированным. То есть идет некоторый производственный процесс. Есть различные датчики. Сейчас, например, актуально Internet of Things для организации такой системы датчиков. В общем, по этой системе датчиков информационная система анализирует состояние процесса производственного и принимает какие-то решения по его управлению. Система автоматического проектирования. То есть, например, если в Иркутске авиазавод, система документа оборота может иметь встроенные какие-то элементы, позволяющие автоматизировать процесс создания графических изображений. Ну, то есть каких-то чертежей, 3D-моделей при взаимодействии с тем же Автокадом и другими системами моделирования. Да, и это система математического моделирования, которая позволяет моделировать нагрузку на определенные конструкции. То есть вот вся совокупность алгоритмов, направленных на то, чтобы автоматизировать процесс создания каких-то конструкций инженерных, вот они формируют собой информационные системы автоматизации проектирования. Ну и интегрированные, то есть это системы, включающие в себе разные другие информационные системы, либо относящиеся к информационным системам, полностью автоматизирующим деятельность учреждения. Классификация по характеру обработки данных. То есть есть информационно-поисковые, например, Google, Яндекс, Рамблер и тому подобное. Системы, например, выдачи информации по веб-сайтам, по ключевым словам, либо фразам. И информационно-решающие, которые делятся. То есть задачи информационно-решающих, информационных систем, следующая, она в выдаче выдает не только документы, но и же какие-то подготовленные решения. Ну вот в частности, система управления технологическим процессом, она должна выдать управляющее воздействие. Ну то есть что нужно модифицировать, чтобы состояние рабочего или технологического процесса находилось в требуемом состоянии. И советующие. То есть они просто на экран выдают варианты решения, и уже человек принимает какое-то одно из этих решений, либо там формирует какое-то свое на основе вот этих приведенных решений. Очень часто такие используются, например, в администрации. Ну и классификация по уровню управления. То есть, какую... Вот если сравнить с менеджментом, вот есть менеджеры нижнего, среднего и высшего звена. То есть менеджеры высшего звена принимают стратегические решения, менеджеры нижнего звена, например, в отделе продаж, они занимаются взаимодействием с клиентами. Ну и вот в соответствии с каким менеджментом реализуются функции информационной системы, значит, такому уровню управления она и принадлежит. То есть вот операционные, это в соответствии менеджменту нижнего звена, да, потом функциональные соответствуют среднему уровню, и стратегические информационные системы помогают формировать решения стратегические для менеджеров старшего, так сказать, уровня, да, там, директорам, замдиректорам. Вот в этой таблице, например, приведены функции различной интегрированной корпоративной информационной системы. Ну вот в любом учреждении, которое занимается продажей продукции, есть маркетинг, производственная система, финансовая учетная подсистема, подсистема кадров, ну и какие-то прочие подсистемы. Вот какие функции нас здесь представлены. Ну вот, например, подсистема маркетинга – это исследование рынка, прогнозирование продаж, управление продажем, рекомендации по производству новой продукции, анализ и установка цен, учет заказов, ну вот финансово-учетная подсистема, управление портфелем заказов, кредитная политика, разработка финансового плана, финансовый анализ и прогнозирование, контроль бюджетов, ну и так далее. Анализ современного состояния рынка информационных систем показывает устойчивую тенденцию роста на информационные системы организационного управления, причем спрос продолжает расти именно на интегральные системы управления. Ну, это информация на десятые года, больше чем 15 лет назад, но тем не менее, эта тенденция все еще сохраняется. Ну, вот автоматизация отдельных функций, например, бухгалтерского учета и избыток готовой продукции считается уже пройденным этапом. Надо еще добавить, что, вот если брать бухгалтерский учет, да, в настоящее время очень активно реализуется так называемый аутсорсинг реализации функций. То есть, например, если вам нужно в каком-то небольшом предприятии реализовать автоматизацию бухгалтерии, то дешевле в несколько раз отдать эту задачу на аутсорсинг, а не нанимать отдельного бухгалтера. То есть, есть специальное предприятие, которое занимается бухгалтерией, вы просто чеки присылаете, ну, например, пользуетесь какой-нибудь банковской карточкой, ассоциированной с предприятием, где при помощи этой карточки вы осуществляете свои затраты и платежи. Это специализирует системы информационные, да, то есть вот у аутсорсера, то есть предприятие, которое занимается оказанием услуги, есть своя информационная система, то есть клиенты, которые в этой информационной системе, удаленные, задействованные, они взаимодействуют по данным, то есть такая степень получается между предприятиями, вот, ну, вот внутри этого самого аутсорсера. Вот, в то время, то есть восьмые, там, двенадцатые года, двадцать первого века, очень активно развивались вот этот перечень информационных систем. Вот, до сих пор существует галактика, есть аналоги в системе, то есть один из предприятия, Саппорт-3, недавно один магистрант сказал, что импорт и замещение, сейчас требуется на их предприятии переход Саппорт-3, ну, например, на один из бухгалтерии, на один из предприятия. Вот, турбобухгалтер, ну, давно что-то он на рынке им не появлялся, не знаю, может уже сгинул куда-нибудь, ну, и так далее. То есть, вот, есть новые системы, вот, то же самое и документум, директум, активно развивается. И вот, работа с документами где-то лет 7 назад была достаточно популярна, и занимались также интеграцией документов оборота между малыми предприятиями. Ну, если еще с точки зрения программной реализации рассмотреть, там тоже классификация многоаспектная, ну, вот тут, например, выделены файлы сервера и сервер базы данных. Значит, файл сервер, эта архитектура, например, осталась в некоторых продуктах 1С, где информация хранится в деби-файлах. Ну, это дешево в установке, но есть некоторые проблемы там с блокировками доступа. То есть, нельзя, например, нормальную изоляцию сделать. Ну, в классическом понимании. Ну, та же самая 1С, она позволяет данные хранить в реляционных баз данных на серверах полноценных, типа Postgres или там Microsoft SQL Server. Вот. Есть концепции хранилищ данных, то есть нам не важно, как там, ну, с точки зрения самого приложения, информационной системы, программы, не важно, как она там хранится, то есть мы куда-то данные отправляем, там они определенным образом преобразуются в подходящие структуры, вот те же самые реляционные, либо файловые, еще какие-то, и обратно они тоже могут быть преобразованы в объекты. Активно вот в те времена переходили на объектную ориентацию, то есть моделировали элементы предметной области при помощи объектов, обеспечивали различные способы хранения этих объектов, например, Object Relational Mappers, очень много было реализовано, R-Entity Framework, Hyperdate для Java, Entity Framework для C-Sharp, ну, .NET в широком смысле. В Django примерно в это время появился, это как раз в себе содержит ОРМ для языка Python, Python, кстати, оказался наиболее таким близким к пониманию объектно-ориентированных баз данных, впервые именно на Python была реализована более-менее удобоваримая концепция объектно-ориентированного хранилища, так называемая ZIL-DB. Ну, она была типа файл-серверная, но, тем не менее, были там и сокетные варианты, то есть доступ через интернет к ней, но, тем не менее, она была не вполне полноценной, но она представляла реальные объекты, то есть можно было догружать в процессе, то есть при получении доступа объекты догружались отдельные. По методу проектирования, значит, сверху вниз, снизу вверх, естественно, два варианта есть, ну вот на этапах становления информационных систем, то есть это середина 80-х, то есть в 81-м году появился первый персональный компьютер, именно предназначенный для работы на предприятии, да, то есть IBA выпустил, то есть до этого, конечно, Apple выпускал свою продукцию, это все им известно, но это в большей степени были компьютеры, предназначенные для дома и для различных активистов, ну, кто изучал все эти системы, для школы, в то время очень популярны были именно мейн-фреймы, то есть один большой компьютер и несколько к ним подключенных терминалов, ну и каждый отдел собственную информационную систему разрабатывал. Вот на определенном этапе, естественно, приходилось решать и задачу интегрирования различных информационных систем внутри одного предприятия и появлялась задача, например, те структуры данных, которые раньше использовали, как-то адаптировать в другой системе, то есть писать преобразователи и стали задумываться, как бы так сделать, так чтобы следующие информационные системы, между ними были какие-то общие концепции по структурам данных, то есть создавались библиотеки, отвечающие за хранение информации. И вот тот факт, что вот эти информационные системы в разных отделах разрабатывались самостоятельно в виде таких лоскутков, то есть один лоскуток какую-то часть бизнес-процессов автоматизирует предприятие, а потом какой-то другой информационная система, то есть другой лоскуток, какой-то другой, значит, другие какие-то процессы есть. И вот дальше в процессе интеграции рано или поздно столкнулись проблемы интеграции различных учреждений. И вот появилась, опять же, потребность разработки стандартных каких-то программных модулей для хранения информации. И вот тут в этот момент появляются вот эти все SQL, работы, связанные с разработкой стандартов представления данных, ну и так далее. И вот стали задумываться над тем, чтобы как вот создавать информационные системы уже заранее интегрированные, ну то есть включающие в себя как можно больше автоматизируемых бизнес-процессов. И такую задачу проектирования уже проще решать сверху в них, когда мы можем набросать вначале общий вид информационной системы, ну, грубо говоря, модель предприятия, да, потом уже последовательно по уровням конкретизировать, конкретизировать, конкретизировать. И все преимущества подхода сверху вниз тут они хорошо проявляются. Я не буду на них останавливаться, может быть, дела там дальше будет. Либо в предмете современной подходы проектирования программных систем, там наверняка это все будет рассмотрено. И вот, как справедливо здесь отмечается, сама идея использования универсальной программы накладывают существенные ограничения, ну, все-таки не программные, а универсального подхода, наверное, на проектирование, накладывают существенные ограничения на возможности по представлению структур баз данных. То есть вот взяли, например, и ограничились реляционными базами данных. Разработали концепцию языков SQL, Data Manipulation Language, Data Definition Language и так далее. Концепцию соединения с базой данных, там запросы к таблицам. Ну, то есть сформировали некоторые необходимые стандартные наборы подходов, инструментов для хранения данных в виде таблиц. И вот большинство современных систем пользуются вот этим вот сервисом. Причем достаточно глубокая проработанность исследовательская и инженерная вот этих реляционных баз данных, она позволяет не только эффективно решать 90% всех задач по хранению информации, но и также масштабировать хранилище. Вот, на другом магистровском курсе есть курс, в магистровской специальности есть курс, который посвящен как раз разработке распределенных баз данных. Тоже достаточно редкий, можете его тоже послушать, когда я его запишу. Ну, также тут идет некоторая статистика, например, что более 30% проектов в 90-х годах они заваливались, либо выходили за бюджет, например, 16% тех проектов, которые были реализованы, выходили за бюджет. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что очень трудно, вообще говоря, при проектировании информационных систем, вообще программного обеспечения предсказывать, какое количество ресурсов потребуется для реализации всех необходимых функций определенного качества. И вот так мы, может быть, на следующих лекциях убедимся, некоторые подходы, основанные, например, на agile программировании, экстремальном программировании, они позволяют вот этот бюджет эффективно нарезать на маленькие кусочки и функции то же самое. И за определенное конечное время, при выполнении определенных правил, можно более-менее эффективно, по крайней мере, проектирование сверху вниз, либо там методами порождающего программирования, можно частично вот эту проблему решить. то есть выход за бюджет, то есть сделать движение проектов в процессе его эволюции предсказуемым в большей степени, чем если бы это было чисто, ну, такой соборный подход, так называемый, когда мы проектируем все сверху вниз, строго следуя определенным проектным решениям на предыдущих шагах, не возвращаемся обратно, да, что бывает очень редко. Вот, это вот с одной стороны, да, с другой стороны сложность информационных систем возрастает из-за того, что необходимо решать, ну, или как сами заказчики начинают понимать, что можно автоматизировать вот эти вот этапы менеджмента такого высокого уровня, то есть стратегического. Но это в фирмах происходит в том случае, если у них уже и существует функционирующие информационные системы, причем они функционируют и приносят определенное, значит, преимущество, то есть сокращается время, например, на решение каких-то задач. Вот, и в результате пользования этой системы у заказчика, то есть у пользователей возникает новые потребности в автоматизации. и вот эти потребности, как правило, намного более сложно реализуемы, чем потребности, скажем, менеджмента среднего и нижнего звена, где он в основном операционный менеджмент представлен. Ну, и вот одно из направлений научных исследований в информационных системах это разработка методологий, обеспечивающей вот эту самую предсказуемость. То есть они должны быть использованы для создания корпоративных информационных систем, отвечающих целям и задачам организации и требованиям выдвигаемых также. Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки в рамках установленного бюджета. Это вот всем известный треугольник. Время, срок, деньги. Поддерживать удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы. Здесь очень хорошо показывают себя agile системы, и системы автоматизации программирования, то есть порождающей программирование. Преемственность разработки, то есть возможность, ну, как я понимаю, этот пункт, это возможность передачи от одного, от одной группы программистов от другой сопровождения этого развития проекта. Либо какая-то адаптация к технологиям, что производство, оно же тоже не статично, его структура, то есть меняются технологии, новые какие-то станки устанавливаются, вот надо их как-то учитывать. Ну и в конце концов, внедрение методологии должно приводить к снижению сложности процесса создания информационных систем за счет полного и точного описания этого процесса. Ну и тут появляются вот эти самые системы системы CAD, компьютер или дизайн. Проектирование информационных систем охватывает три основные области. Проектирование объектов данных, ну, проектирование программ, экранных форм, отчетов, ну, то есть интерфейса пользователя и алгоритмов, которые реализуют эти самые учеты или реализуют сопровождение или там актуализацию баз данных. Ну, если кто один из бухгалтерии изучал, то вот эти вот обработки, да, это вот пример таких функций информационной системы. Ну и в процессе проектирования необходимо одно из требований, это учет конкретной среды, в которой будет эксплуатироваться информационная система. Есть там сеть, нет сети, какая опускная способность, там 100 мегабит, там 1000 гигабит, 1000 мегабит, то есть 1 гигабит, там 10 гигабит бывают сети. Аппаратные средства, есть ли хранилище информации специализированной, например, на основе исказия технологий, там АТА ОВР Интернет, ну и тому подобное. Возможность параллельной обработки, распределенной обработки. Ну и проектирование, ну как обычно любой программной системы начинается с создания, определения цели проекта, то есть какую головную боль, какого заинтересованного лица собираемся мы решать. Ну и первый этап выработка требований, то есть функции нужно перечислить, скорость обработки информации, время реакции, время безотказной работы системы, ну или там вероятность безотказной работы системы, давно известно, там одна девятка, две девятки, три, четыре девятки, необходимые уровни безопасности, например, информационная система управления, ядерные электростанции, это совсем не то, что информационная система бухгалтерии, какого-нибудь бюджетного предприятия, простота эксплуатации и поддержки. Согласно современной методологии, она включает как и ручное, ну вообще, конечно, всякая информационная система требует большого количества написанного, реализованного, подготовленного исходного кода под систему, но вот часть, так сказать, работы по проектированию можно автоматизировать, то есть преобразовать из некоторых абстрактных моделей в программный код, например, библиотек, на основе которых мы можем уже потом реализовывать какие-то конкретные алгоритмы, там, синтезировать отчеты, ну и также эти модели могут осуществлять контроль, ну то есть правильно ли там находится ли база данных в консистентном состоянии, правильно ли представлены бизнес-процессы, последовательность обработки информации, распределение ресурсов, все это можно при помощи кейс-средств тем или иным образом представить и над этим, так скажем, над самой информационной системой, как на другой программной системой, можно сделать какую-то систему тестирования или распознавания, находится ли она в консистентном состоянии или нет. вот здесь наверное то есть в то время отдельно тестов управляемое проектирование еще не присутствовало, но вот в современном мире open source, то есть открытого программного обеспечения, это одна из таких основных парадигм разработки качественных программных продуктов, то есть перед тем, как создает какой-то модуль, до него проектируется набор тестов или функция, то есть в процессе развития функции, реализации какой-то функции необходимо развивать тесты, которые эту функцию проверяют на то, как правильно она функционирует или нет. Причем тесты должны быть такие, чтобы они можно было выполнять как на прототипной системе, где мы тестируем алгоритмы, так и на системе, которая находится уже в промышленной эксплуатации. Это очень серьезный момент, почему? Потому что если мы не можем протестировать систему во время промышленной эксплуатации, то значит, она очень ненадежно работает. То есть принципы, вложенные в проектирование, они были не совсем серьезные. Ну и тут дальше текст, я не буду его читать, я его просмотрел. Суть в том, перед тем, как мы модуль какой-то реализуем, это классический вариант, то есть не сначала тесты пишем, а сначала реализуем саму функцию, потом пишем для нее систему тестирования, измеряем производительность, какие-то оценки делаем, и вот в момент, когда тесты автоматически уже достаточно хорошо работают, мы производим интеграцию сначала, ну например в систему тестовую уже, и проверяем как там модуль себя ведет уже внутри системы, и остальные тесты по другим реализованным функциям в прототипной системе, они тоже должны выполниться, если они не выполнили, значит новые задачи ставятся по интеграции. Вот, как только все это более-менее стало хорошо работать, ну например все тесты сработали, уже производят приемно-сдаточные испытания, то есть представитель заказчика пытается воспроизвести какие-то стандартные бизнес-процессы при помощи этой информационной системы, и если его все удовлетворяет, можно переходить к этапу внедрения нового модуля в уже промышленную информационную систему, мы добавляем модуль, производим конвертацию данных при необходимости, выполняем тестирование системы, если все в порядке, опять же можно провести окончательные приемно-сдаточные испытания уже на реальной системе, там много всяких разных правил, которых нужно придерживаться при разработке вот этих процедур тестирования, тоже на них не будем сейчас останавливаться, ну и вот на этапе проектирования конечным продуктом является структура базы данных, это ER-диаграмма, функциональная, не функциональная, прошу прощения, логическая и физическая модели, набор спецификаций модулей, ну это на самом деле один какой-то этап представлен, этап проектирован, то есть еще миграционной системы там нету, вот, и дальше смотрим, каким образом будем хранить данные, файл сервер, клиент сервер, будет ли наш интерфейс пользователя функционировать как там двухзвенный или трехзвенная архитектура, двузвенная архитектура, то есть интерфейс непосредственно взаимодействует скажем с базой данных и функции вот этих алгоритмов информационной системы, то есть вычислительного ядра фактически выполняет клиент. Вот один из вариантов трехзвенная архитектура, то есть интерфейс пользователя взаимодействует с какой-то каким-то сервером приложений непосредственно то есть информационная система где-то на сервере функционирует и она в свою очередь через сеть обращается к базе данных поэтому получается три уровня интерфейс пользователя информационная система как сервер приложений и третий пункт это третий уровень это база данных то есть хранилище информации решается вопрос будет ли централизованная или распределенная тоже очень важный вопрос то есть если во-первых много пользователей много товара продает интернет магазин то вряд ли мы можем взаимодействовать только с одним сервером то есть пользователи должны каждый раз направляться на какой-то самый примитивный в случае копию сервера или копию базы данных локальную географически например гугл постоянно свои дейта центры строит локальные и настраивает таким образом маршрутизацию чтобы запросы шли именно в локальный центр вот будет ли база данных однородной то есть хранится все будет например чисто глинационных баз данных например либо будут какие-то ноисков баз данных использоваться ключ значения еще какие-то здесь пример выделяющий вот это все это геоинформационные системы отличаются они тем что есть определенный момент связанный с тем что они предназначены для хранения и обработки данных привязанных к координате на плоскости или на шаре земном причем эта координата может либо в виде GPS быть либо каких-то относительных координатах какой-то там проекции либо какой-то конкретно данные привязанные к другому объекту например к дому на карте и вот революционные базы данных они не очень эффективны для хранения информации вот картографической то есть контуров например объектов объектов состоящих из других объектов то есть вложенных на самом деле это неправда потому что скажем в PostgreSQL есть специальный модуль называется PostGIS позволяющий как раз эти данные в революционной базе данных хранить но это вообще говоря не самый типичный случай и он в основном ориентирован на распределенную обработку данных то есть когда мы в одной базе данных можем несколько информационных систем ну в смысле лоскутной автоматизации синтегрировать через одну SQL базу данных потому что обычная система хранения информации на геоинформационных системах она вообще говоря не предусматривает такого хорошей там отличной или правильной в каком-то смысле реализации сетевого доступа к этим данным этап проектирования заканчивает так сказать техническую часть технические проекты информационной системы ну и дальше собственно реализация то есть программный код создание всех модулей их установка важным аспектом внедрения или вообще этого проекта разработки информационных систем является тот факт что когда мы эту систему если мы ее реализовали мы же потом ее внедрим в организационные процессы то есть бизнес-процессы предприятия она будет автоматизировать какую-то часть работы то есть что-то в этой системе то есть в бизнес-процессах улучшится там сократится время или там уменьшатся затраты или увеличится количество выпускаемой продукции вот но сам это хорошо но бывает так что не всегда так получается то есть вот пример это различные информационные системы по автоматизации медицинской деятельности то есть первоначально медицинский работник ну то есть доктор который произвел обследование пациента на это выделяется сейчас по-моему где-то 12 минут за эти 12 минут он должен обследовать пациента и составить диагноз то есть классифицировать по МКБ-10 болезнь и записать это все в электронную карточку пациента когда доктор работает вручную то есть он берет ручку и пишет просто и вот процесс создания этого текста да то есть диагноза он ну достаточно быстрый набивать на клавиатуре ну это достаточно сложно очень быстро набивать на клавиатуре и а если еще система ненадежная то есть там периодически отказывает падает то есть набил какой-то текст потом нажимаешь клавишу submit например если это веб-система и система не принимает эту информацию то есть приходится там ждать чего-то то есть заставлять людей работать с информационной системой но это очень плохо надо ориентироваться на то чтобы концептуально ситуация улучшилась не только у лица заинтересованного находящегося на уровне стратегического менеджмента но и как-то все-таки чтобы менеджеры и работники нижнего звена на уровне операции которые находятся тоже например если достаточно хорошо структурировать данные по истории болезни то каждый доктор может потом провести некоторую статистику сколько пациентов он за определенный период времени принял какие диагнозы он поставил более точно какие менее точно определить уровень специализации собственно на этом все надеюсь было интересно спасибо за внимание